Субтитры создавал DimaTorzok Обусловленную и глупую душу И задействовали меня в служении Кришна Говорится в Священном Писании, что перед Духовным Учителем Вы всегда должны выглядеть глупо 40 лет назад я присоединился к этому движению В то время я был очень молод Мое тело было очень прекрасным И я был очень тупой И теперь, после 40 лет, я просто тупой Вся красота уже ушла Вся молодость ушла Но я все еще такой же тупой перед своим Духовным Учителем Вы научились, что совершенство жизни Это быть всегда смиренным слугой своего Духовного Учителем Вы дали нам пример Однажды был один Браман И он был неграмотным Он не знал, как писать и читать Но его Духовный Учителем Сказал ему, что ты должен всегда читать Баба Баба Битта И люди, которые знали его, шутили насчет этого Почему же он такой тупой, что он читает, но он, в самом деле, не умеет читать Но когда Господь Читания услышал это Он спросил этого преданного Почему ты читаешь Баба Баба Битта? Ты не знаешь, как писать и читать Он говорил, что мой Гору сказал что мой Духовный Учителем сказал мне, что я должен читать Баба Баба Битта И поэтому я пытаюсь читать Баба Баба Битта Но когда я вижу Кришна Он является хозяевом yangonneю И тогда я вижу, как Кришна Он является На колеснице у Баба Баба Битта И когда я думаю, как мой Супреевский Учителем Я вижу своего Господа, насколько он смиренен, насколько он становится слугой своего преданного, что он является его водителем, его колесницы. Когда я вижу, что Господь пишет, что он настолько милостив в своей жизни. Тогда Господь Читания сказал, что этот предан, он сам понял совершенство жизни. Он является самым великим ученым, потому что он понял, что жизнь духовного учителя является душой ученика. Не имеет значения, что люди думают об этом, не имеет значения, что люди говорят об этом. Самая главная задача, что ученик должен быть полностью предан своему миссии своего духовного учителя. И кто является духовным учителем? Тот, кто следует поступам своего духовного учителя. И этот человек, он тоже находится в том же состоянии. Так же, как ты, Шила Прабхабхат. И полностью следует поступам своего духовного учителя, что Бхакти Сиддата. Ты также преданил. Ты также преданил. Ты также преданил. Я не имею личного квалификация. Но я пытаюсь только следить за моего духовного учителя. Мой духовный учителям мне написать книги. И распространять эти книги как можно больше на всех разных языках этого места. Поэтому я особенно делаю акцент на этот момент. Распространять эти книги как можно больше разных языков. Ты был лучший пример на планете. Как следить обучение Бхакти Сиддата. Да, и Прабху Прабху говорит, что Шила Прабхупада был самым лучшим примером, как следовать наставлению Бхакти Сиддата. У вас была полная вера в наставлении вашего духовного учителя. Через Куранишку. Вера вашего духовного учителя. Поэтому из этого принципа. Кришна Шакти Бина Нарата Краватана. Поэтому у вас появилась эта потенция. Проповедовать эту преданность Кришне по всему миру. Никто другой никогда не смог. Вы превзошли всех учеников, своих братьев Боги и Бхакти Сиддата. Потому что у вас была самая великая гуру ништа. И поэтому вы смогли проповедовать в тех местах, где никогда никто не был до вас. Поэтому вы смогли сделать те вещи, которые никогда никто до вас не смог. Поэтому это вы, кто распространили это знание Сознания Кришны по всему миру, даже в России. Потому что вы следовали наставлениям своего духовного учителя без каких-то прибавлений или отниманий. И вы тоже научили нас этому принципу, что не нужно ничего убавлять или прибавлять. Просто делайте так же, как я делаю. И кто-либо, если он делает это, Настоящий истинный последователь Шила Прабхата. Эти книги не только существуют для учеников Шила Прабхата. Эти книги, они будут здесь, и они необходимы для людей в последующих десять тысяч лет. Эти книги будут являться книгами Законов. Скоро многие, большинство, все ученики Шила Прабхата покинут этот мир. Все мы умрем скоро. Все, что останется для следующих поколений. Чтобы понять, что является истиной и что неистиной. Это книги Шила Прабхата, которые вы там дали. Когда это поколение умрет и полностью исчезнет с этой планеты. Когда не будет больше учеников Шила Прабхата на этой планете. Все, что останется, это учения Шила Прабхата в форме его книг. Поэтому Шила Прабхата, я очень благодарю вас за то, что вы дали нам эти книги. И для того, что вы нам дали очень прямое учение. Что делать и что не делать. И для того, что вы спасли нас от этого крокодила, который постоянно пожирает нас. И который часто говорит нам, что делать и что не делать. Шила Прабхата, вы на самом деле являетесь светом в этом мире. И вы принесли свет в эту эпоху Кай-юги. Вы истинно являетесь тем великой личностью, про которую говорили в Бхати Нотаху. И вы, тот, кто действительно строит этот храм, великий храм в Шитам Майапуре. И вы полностью выполняете наставления Господа Шитам Майапуре. Что означает, что все, что значит это, мы хотим исполнить вашу миссию. Спасибо, что вы пригласили и как бы сделали нас частью этого движения Господа Шитам Майапуре. Спасибо, что вы сделали полезным. И этим самым поможем вам, чтобы это Святое Имя распространило в каждом городе. Вы являетесь генералом Шиле Прабхата. И вы пришли в этот мир, чтобы помочь Господу Шитам Майапуре и Господу Нитянанда. Исполнить эту миссию, это Господа Шитам Майапуре. Исполнить эту миссию, это Господа Шитам Майапуре. Я очень благодарен судьбе, что я встретил такую великую личность, как Вы. Я видел, как Вы работаете, и я видел, как Вы оставляете этот мир. И у меня нет никаких сомнений, что Вы являетесь одной из самых великолепных. Большое спасибо, Шиле Прабхата. Пожалуйста, задействуйте мне служение в Вашем обслуживании. Пожалуйста, просите мне какие-то мои недостатки. Че не право пара ки? Че не право пара ки?